Музыка Серебро и бронза. Как прошли соревнования по автомодельному спорту? Вопрос качества. Родители ознакомились с системой детского питания и убедились в качестве продуктов. В Дворце Школьников прошла встреча с представителями образовательных учреждений. Вопрос повестки дня предстоящий референдум по строительству отнеэлектростанции. Директор Бахарского гуманитарно-технического колледжа Ержан Смогулов рассказал о том, что на сегодня в Казахстане 70% электроэнергии производится с помощью угля. Он отметил, что Египастуз ежедневно сжигает 7000 тонн угля для выработки электроэнергии, которая затем распределяется. По словам спикера, к 2060 году Казахстан планирует полностью отказаться от его использования. Сегодня 70% электроэнергии мы получаем из угля. И возникает вопрос, откуда мы сможем получать остальной процент энергии? 14% электроэнергии мы получаем от гидроэлектростанций, используя воду. Еще 10% производится из газа. Оставшиеся 6% из нефти. Таким образом, сжигая нефть, газ, уголь, мы получаем электроэнергию. В настоящее время в 31 стране мира функционирует более 400 атомных электростанций. Большая часть из них расположена в США, Китае и Франции. Спикер объяснил, почему в Казахстане планируют построить одну электростанцию именно на озере Балхаш. По оценкам ученых, после ее возведения стоимость электроэнергии составит от 11 до 14 тенге. Для охлаждения реактора необходима вода. Процент поступающей и выходящей воды очень низкий. Развитие современной науки и технологии – это не просто слова, а реальность, которая существует сегодня. Именно поэтому для строительства АЭС был выбран Балхаш. Некоторые люди могут подумать, что это смешно, но есть и те, кто беспокоится о будущем. Вы знаете, сколько сегодня стоит энергия, получаемая из угля? Говорят, что примерно 4-7 тенге за киловатт-час. Однако, после строительства АЭС наш ток не будет таким дешевым. Он станет дороже. Почему это произойдет? Потому что у АЭС будут большие расходы. Чтобы не навредить экологии, необходимы значительные затраты. АЭС должна как-то компенсировать свои убытки. В ходе совещания сотрудники образовательных учреждений задавали интересующие их вопросы. Это неправильно. Озеро Волхаш милеет. Уйдет столько трат. Вода уходит в землю. Почему вы не думаете об этом? Мы все против. В заключении спикер обратил внимание на важную для Казахстана дату. 6 октября, когда состоится референдум. Он призвал всех участвовать в этом историческом событии. Срок уплаты налога на имущество в Казахстане истекает 1 октября. Управление государственных доходов по городу Болхаш предупреждает, что срок уплаты налога на имущество физических лиц на 2023 год истекает. На несвоевременные и неполностью уплаченные налоги начисляется пеня за каждый день просрочки. Кроме того, специалисты предупреждают, что банковские счета лиц, не уплативших налоги, будут заблокированы. Оплату можно произвести в онлайн-режиме, через мобильное приложение ESL Gazamat, ESL Business, в банках и через АО «Казпочта» или плачевных терминалах. Управление государственных доходов напоминает, что срок уплаты транспортного налога за 2023 год истек 1 апреля 2024. В настоящее время задолженность 913 физических лиц, не уплативших имущественный и земельный налог до 1 октября 2023 года, составляет 770 тысяч тенге. Для оплаты долгов необходимо явиться в Управление государственных доходов в кабинет номер 103, а число автовладельцев, имеющих задолженность, достигает 1132. Общая сумма долга составляет 42 миллиона 691 тысячу тенге. В детском саду Ахбота прошел день открытых дверей. Родители смогли ознакомиться с системой детского питания в дошкольном образовательном учреждении, оценить его качество и соответствие с санитарным требованиям. Кроме того, посмотрели, как организована работа столовых и поваров. Сегодня мы провели мониторинг качества питания детей в нашем детском саду. В ходе мониторинга мы продемонстрировали родителям, как готовится пища, а также рассказали о правилах хранения и складирования продуктов питания. Мы пригласили по одному родительскому комитету от каждой группы, чтобы они смогли лично убедиться в качестве продуктов и технологии приготовления. Родители смогли попробовать еду и увидеть, как она готовится. Сын Айзады Ураловой, 4-летний Нурислам, уже почти два года посещает детский сад Ахботам. Чтобы отвезти ребенка, родителям приходится ехать из одного конца города в другой. Однако Нурислам очень любит свой детский сад и не хочет переходить в другой, который находится ближе к дому. Я узнала, что все блюда в этом детском саду готовятся без каких-либо добавок, чтобы не навредить здоровью детей. Например, лапшу для супа здесь делают вручную. Также и другие блюда. Например, сами прокручивают фарш и делают котлеты. Мне все очень понравилось. Особенно еда в этом саду пришлась по вкусу моему сыну. Взрослая группа называется Шогола. Сегодня здесь 16 воспитанников. На завтрак детям подали пшеную молочную кашу, хлеб с маслом и какао с молоком. Напомним, что этим летом столово детского сада Ахпота провели ремонт. Внутренняя стена и кафель на полу были заменены и отреставрированы. Также окрашены стены и потолок. Усуровлены двери. Отметим, что в этом году в Казахстане оплата за детский сад была повышена. В прошлом году она составляла 13 900 тенге в месяц для детей от 2 до 3 лет. И 17 200 тенге для детей от 3 до 5 лет. А в этом году для детей от 2 до 3 лет оплата составляет 17 584 тенге. А для тех, кто постарше, 23 093 тенге. Школьники из Балхаша вернулись с призовыми местами с открытого чемпионата по автомодельному спорту. Соревнования проходили с 18 по 23 сентября в Вашелызском районе Акмолинской области. Участие в них приняли юноши в возрасте от 13 до 18 лет. Всего 85 школьников из 14 областей страны. В честь Балхаша представили двое воспитанников дворца школьников имени Ахбай Батыра. По итогам соревнований по автомодельному спорту Налат Си Джапаров стал обладателем второго и третьего места в гонках на радиоуправляемых централизованных баги. А Яросел Ханжаров получил медаль за третье место в классе баги 10D. Это уже не первая победа Налата и не первое его участие в соревнованиях. В прошлом году он занимал первые и третьи места. В этот раз возникли трудности из-за того, что машины были уже немного изношены. Как известно, в автомодельном спорте автомобили ездят по бездорожью и изношенность баллонов стала причиной того, что мы заняли второе место. А Яросел впервые принял участие в соревнованиях и показал отличный результат в своей категории. Зимой нас ждут новые соревнования, которые пройдут в Караганде. Наши ученики уже готовы к ним. Мы активно занимаемся подготовкой и модели машин уже готовы. Мы будем продолжать активно развивать автомодельный спорт. Я учусь в девятом классе в школе имени Альфа-Раби. За пять лет занятий автомодельным спортом участвовал во многих соревнованиях. Меня привел в этот спорт мой хороший друг. На соревнованиях я занял третье место в категории Баги 10Е, а в классе РЦБ – второе. Я очень рад, что смог поучаствовать в этих соревнованиях и получил ценный опыт. Науат с детства увлекается техникой, автомобилями, самолетами и лодками. Он мечтает стать инженером или IT-специалистом. Стоит отметить, что кружок активно развивается с 2019 года. На сегодня во дворце школьников занимается около 70 учеников. Новый набор детей стартует 15 сентября следующего года. Я хотел бы выразить особую благодарность директору дворца школьников Али Владимировне за ее постоянную поддержку. Перед тем, как отправиться на соревнования, она помогла нам приобрести новую модель автомобиля. Хочу подчеркнуть, что эти машины – точные копии настоящих, а не игрушечные. Благодаря такой поддержке нашего руководства мы смогли достичь столь впечатляющих результатов. Теперь у нас даже есть бассейн для модели лодок. Стоит отметить, что в республиканском соревновании по автомодельному спорту Балхаш залил третье общекомандное место. Алина Мохаммедова, Илья Кожухин, Оркен Медиа. В Дворце культуры имени Махауя Хамзина прошел 15-й городской фестиваль «Жан Шуа Г» для людей с ограниченными возможностями. В этом году он был приурочен к 65-летию клуба «Глухих Балхаша». В мероприятии приняли участие более 30 человек. Участники продемонстрировали жестомимическое исполнение известных песен, народные танцы, свои таланты показали и маленькие участники. И что нужно без праздничных И кто-то пошли на Что-то не спать Я подарю вам Ван души Ван души От души Также для гостей фестиваля была оформлена выставка «Мир моих увлечений» декоративно-прикладного искусства и рисунков членов общества инвалидов Балхашского клуба «Глухих» и Казахского общества слепых. Я вышиваю, люблю вышивать лентами, атласными лентами. Вот такие картины у меня получились. У нас еще очень слой на Лидов есть, выставка. Я благодарна Нурбекову, Даневу, Афтунову и маме благодарна. Ну, Мадина давно уже вышивает, с детства. Вышивала крестиками, алмазная вышивка. У нее много работ, выставки в обществе инвалидов. Много она занимается. Уже последние два года она ходила на ленточное вышивание. Вот эти вот картины, вот как раз по ленточному вышиванию. Очень красиво. Там ведет Нурбекова Дания Макзумовна. Большую ей благодарность. Большое спасибо нашему Акимату, который все время, каждый год устраивает нам такие красивые выставки с подарками. Огромное спасибо всем, конечно. Вот и завершился ежегодный фестиваль Шан Шуа Гэ. В прошлом году он проходил в формате конкурса. А в этом году организаторы решили сделать его полноценным фестивалем. Люди с ограниченными возможностями – это люди с сильным духом и стремлением к новым достижениям. Наша обязанность – поддерживать их и не забывать о них. Спасибо Акимату города Балхаш за организацию такого замечательного праздника. В завершении мероприятия всех участников наградили грамотами и подарками. Алина Мохамбетова, Илья Кожухин, Оркен Медиа. 28 сентября в 15.00 во Дворце культуры имени Хамзина пройдет первый городской конкурс «Анага» среди тружеников производственного объединения «Балхаш цвет мед», посвященный творчеству композитора, народного артиста Казахстана, героя труда Шамши Калдаякова. Конкурс состоит из двух этапов. Первый – исполнение песни Шамши Калдаякова. Второй этап – исполнение песни на произвольную тему. Жюри будет оценивать чистоту голоса, исполнительские и сценические навыки, артистизм, аранжировку и костюмы. Победитель получит главный приз. Остальные участники будут награждены дипломами первой, второй и третьей степени. Благодарственными письмами и поощрительными подарками.